Всем привет! 5 июня Юлия Лепницкая отмечает 20-летие. Отличный повод, чтобы поздравить ее, рассказать, чем живет звездочка. Мама Даниэля верила в дочку всегда, даже когда она была совсем маленькой. Так получилось, что воспитывала она Юлю одна, и дочка с мамой были просто одним целым. В Москву они переехали 10 лет назад. Мама понимала, что ребенку очень нужен хороший тренер. Юля как-то обронила фразу, что ей нравится Этери Тутберицы, и они поехали. Юля очень любила лед, но тот спор, который обрушился на нее в столице, был ей не по плечу. Впереди маячила Сочинская Олимпиада, а у Лепницкой был реальный шанс покорить ее. На пути к Сочи лежала целая цепочка эмоциональных гиперзатратных соревнований. Гран-при со всеми его этапами и финалом, чемпионат России и мира среди нью-йорров, первенство России. А Юля в детстве не совсем правильно поставили прыжки. И при ее феноменальной природной растяжке с прыжками постоянно были проблемы. И это видели острые глаза профи. В том числе подмечал Татьяна Тарасова. Так что все свободное время уходило на корректировку прыжковой техники и отработку скольжения. Напряжение достигло апогея года за полтора до Олимпиады. Травмы, тренировки, новые травмы. Да какие! Удар подбородком облет и привел к сотрясению мозга. В другой раз защемила нерв. Слишком высоки были нагрузки. Она была ребенком. Она маленький трогательный интроверт. Все привыкла держать в себе. Особенно плотно сжимала она губы тогда в дикий предолимпийский период. Бупертант ударил по гормонам. Началась прибавка веса. Знаете, такое бывает, когда вроде ничего не ешь, а пухнешь на глазах. Как по волшебству. Это и творили гормоны с Юлей. А прибавка веса означала невозможность прыгать. Так что Юля Лепницкая примерно год фактически жила на одном только кефире. От постоянных лишений крыша съедет у кого угодно. А Юля держалась. Не показывала виду. До Олимпиады оставалась рукой подать. Надо было дотерпеть. Но именно тогда у Юли начались расстройства пищевого поведения. Так называют эти трудности специалисты. Страшное слово «анорексия» прозвучало впервые именно тогда. Но беда еще не встала в полный рост. И сочи еще не случились. Прелестная Юля стала ясной звездочкой Олимпиады. Она чемпионка. Маленькая, серьезная. Бровки домика. Созредоточенный взгляд. Искрящийся временами глаз. Трибуна ревели. Все сошлись с ума от Юлии Лепницкой. А маленькая скромная девочка-интроверт была совершенно не готова к такому вниманию. Лепницкая была очаровательна. И людям хотелось сказать ей об этом. Признаться в том, что она вызывает восхищение. Оказать внимание. Она девочка. Стала хитом и трендом. Ее рвали на части. Тащили в телестудию. Брали интервью. Штурмовали ее страничку в соцсети. И взламывали аккаунт. Пытались дотянуться и до ее телефона. Она не могла спокойно пройти по улицам. Спокойно говорить. Внутренний ужас нарастал. Вот она, плата за любовь. Теперь одиночества у нее не было вообще никакого. Оно так нужно иногда. Она перестала понимать, что происходит. И все посыпалось. После Олимпиады она уже не любила, а только терпела лед. И жила с ощущением, что ее высасывали. А главное, ей стало все равно. Она еще держалась тогда, хотя и было очень трудно. Признавала, что прыгает не идеально. Но в ней появилась какая-то вялость. Внимание по-прежнему было столько, что справиться с этим грузом девушка просто не могла. В декабре 2014 года она стала девятой на чемпионате России. За булькой засвистели вокруг доброхоты. А, дутая чемпионка ничего не может. И тогда она скажет, что подумывает, и не закончили карьеру. А параллельно нарастало напряжение между Юлей и тренером. Хотя, тот берется и уверяла, что ко всем воспитанницами относятся одинаково. И работают с одинаковой силой. У окружения Юли сомнения в этом были. Отношения накалялись. Примерно в это время Юлей заинтересовался Петр Макаренко, владелец компании Телеспорт. Он, по сути, стал теневым инвестором Лепницкой. Вкладывал деньги в нее, как в бизнес, чтобы потом зарабатывать на нее популярность. Внедряя образ прелестной Юли в рекламу. Хотя полностью рекламный потенциал Лепницкой реализован в итоге не был. Ей удалось неплохо заработать на сотрудничестве со спортивным брендом. Другие бренды к ней как-то не пришли. В итоге, летом 2015 года Лепницка уехала в США. У нее появились новые тренеры. Все это было очень тяжело для психики, предельно измотанной девушки. Окончательное расставание с Этери Тутберидзе произойдет через несколько месяцев. Врачи скажут, что к моменту расставания Юлия Лепницка была перетренирована. Чем и можно было объяснить ее неудачные выступления. Своя правда была и есть у всех. Тутберидзе тоже устала от вмешательств в пресс мамы Юли. Прессинга, отсутствие взаимопонимания. А Юля тем временем накрыла новая волна общественного интереса. По телевизору начал мелькать мужчина, называвший себя ее отцом. Здоровье трещало. Лепницкая совершила еще один рывок. В это время она работала с Александром Жулиным. И он не мог нарадоваться переменам. Юля вдруг будто на втором дыхании начала сбрасывать вес, вернулась в форму. Но все это было непросто. Отказ от еды напомнил организм о его старых проблемах. И анорексия, как медицинская проблема, стала в полный рост. Юля не могла есть, употреблять пищу. Ее заново научили в Израиле. За три месяца тяжелого лечения. Она оказалась сильной и победила сама себя. И даже попыталась вернуться в борьбу. Вышла на московский этап гран-при. Лепницкая все понимала. У нее не было шанса попасть в финал. Но надо было просто напомнить о себе. Что происходило у Юли внутри? Как она справлялась с собой своими страхами? Опасениями, болями от всего, что выпало на нее плечи? 5 ноября 2016 года голова кружилась. Не просто исходавшая, а иссушенное тело не слушалось. Тренер Алексей Урманов массировал ей мышцы перед выходом на лед. Но через 3 минуты и 8 секунд она остановила программу. Правой ноги будто не было. А потом собралась и завершила произвольную. И упав при приземлении. Это стоило ей 6 баллов. Их, конечно же, сняли. Трибуны плакали. А она заставляла себя не реветь. Ожидая оценок. Маленькая, сильная и предельно изломанная большим спортом девочка. Больше коньки она не надевала. А потом сказал, что на лед ее не тянет. Неожиданно и потрясающе здорово Юлия Лепницкая комментировала в эфире московский этап гран-при в одноклассниках. Ее танец, вошедший в историю как танец девочки в красном пальто на музыку из списка Шиндлера, был, останется потрясающим, пронзительным и щемящим. Все это репертные точки ее пути. Такого короткого еще, но и такого плотного, насыщенного событиями. 5 июня. Маленькой дюймовочке сочинской принцессы Юлия 20. И чем бы она ни занималась, хочется пожелать ей огромного счастья, успехов и любви. И извиниться за ту бесцеремонность, с которой лезли в ее хрупкую душу и поклонники, и СМИ. Она ушла из спорта, но олимпийская чемпионка останется навсегда.